Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я с вами решил поговорить на такую забавную, с одной стороны, а с другой стороны странную тему. Целующиеся женщины. Девочки начинают целоваться друг с другом, начиная от школьной скамьи и заканчивая зрелыми годами. При этом они почему-то считают, что их все должны воспринимать просто как целующихся подруг, а не как лесбиянок. Хм, а даже если они думают, что их примут за лесбиянок, то они считают, что в этом нет ничего плохого. В то же время, как вид целующихся мальчиков или мужчин в них вызывает отвращение или даже агрессию. Почему так? Вы можете спросить, а почему тебя заинтересовала эта тема вообще? Ты хочешь видеть целующихся мальчиков, целующихся мужчин? Объясню. Во мне есть встроенное чувство справедливости. И всякий такой случай вызывает во мне большой вопрос, который я хочу с вами обсудить. Правда, в последнее время в интернете и везде эти целующиеся женщины. Я не скажу, что мне это неприятно видеть. Конечно, приятно. Но с другой стороны, а почему у мужчин нет такого права? Вы можете сказать, да конечно есть такое право, пожалуйста, целуйтесь. Просто те же самые женщины после этого скажут, ребята, да вы педики. Давайте подумаем. Мужчин по этому поводу сразу оскорбляют, а женщин при этом не называют лесбухами. Фу, противно, гадко, мерзко. Почему так? Когда-то давным-давно гетеросексуальное мужское большинство, которое подавляло женщин, которое не давало им нормальной работы, не давало им нормального образования, и излюбленной фразой которого была фраза «место женщины на кухне», решило, что единственные свободы, которые можно женщине дать, это сексуальные свободы в плане распущенности, развращенности. То есть, когда женщина по воле фантазий ее господина, ее мужчины, начинает целоваться с другой женщины, и этот мужчина представляет себя между ними, и получает двойное удовольствие, а то и тройное удовольствие и так далее, предела совершенству нет, то это нормально. С другой стороны, когда мужчина видит целующихся мужчин, и невольно представляет себя между ними, а то и одним из участников этого мероприятия, я говорю о гетеросексуальном мужчине, то, естественно, ему это неприятно. С тех пор представление о том, что целующиеся женщины – это хорошо, а целующиеся мужчины – это плохо, так прочно укоренилось в сознании самих женщин, что они принимают это за свои собственные мысли и убеждения. Мало того, эти собственные мысли и убеждения обросли узорами, обросли дополнениями, вроде того, что женское тело – это красиво, а мужское тело – это некрасиво, что целующиеся женщины – это красиво, а целующиеся мужчины – это некрасиво, мало того, постыдно. Целующиеся женщины остаются женщинами, красивыми, привлекательными, сексуальными, а целующиеся мужчины друг с дружкой остаются педиками, гомиками, гомосеками и так далее. Ребята, что-то в этой картине не так. Если вам хочется сказать про меня, он что, хочет реально видеть целующихся мужчин? Ему что это, доставит удовольствие? Ребята, не в удовольствии дело. Бедные женщины, они думают, что это их право быть сексуально развращенными, играть роль лесбиянок. Это дает им какое-то немыслимое преимущество перед мужчинами, какую-то эксклюзивность. Они сами не понимают, что они играют на руку тем самым похотливым самцам, из прошлого, домостроевцам, которые подстроили жизнь под себя, поработили, фактически отняли у женщин все их нормальные человеческие права и дали им взамен вот это право целоваться друг с дружкой. Миллионы тонн дисков с порнопродукцией лесбийского содержания. Кто эти актрисы? Кто играет лесбиянок? Неужели сами лесбиянки? Мизерные проценты из них на самом деле любят друг дружку. Все это обычные гетеросексуальные женщины, которые играют на руку, подстраиваются под интересы гетеросексуального большинства мужского. Девчонки, вы когда прикасаетесь к губам друг дружки, вы не слышите каким-то внутренним своим слухом вот эти все улюлюканье, вот эти все визги похотливые, свист, крики «давай, давай!» Не слышите, не чувствуете этого? Я когда-то устраивался работать корректором в газету, и начальница моя сразу сказала, что это место для девушки-студентки. Я тогда не понял этого. Почему для студентки и почему для девушки? Оказалось, потому что это место с маленькой зарплатой. То есть, для девушки маленькая зарплата – это окей, а для мужчины, для парня маленькая зарплата – это плохо. Почему, женщины, вы себя цените как-то ниже мужчин? Вы думаете, что ваша работа, ваши усилия стоят меньше? Почему вы до сих пор хотите, чтобы те самые старые домостроевские понятия вами повелевали? Сидит вот такая дамочка с шаблонными мозгами, и на вопрос о том, должен ли быть мужчина тоже красивым, отвечает, что мужчина не должен быть красивым. Мужчина должен быть сильным и богатым. Что это означает практически? Что женщина добровольно сдала все свои права человека, обмотала их мокрой тряпочкой и выбросила в урну. Что женщина в условиях, когда все это давно осталось в прошлом, когда у нее уже на самом деле ничего не отнимают, продолжает по традиции сама у себя отнимать все те права, которые могут принадлежать ей. Возникает вопрос, а нужны ли эти права женщине? Если нет, тогда, дорогие женщины, не удивляйтесь, что говорят, женщина не человек, женщина за рулем, как обезьяна с гранатой, женщина должна раз лежать и два тихо, как говорил Жванецкий, но он это говорил в шутку, потому что он умный человек. А вы думаете, что это серьезно? По инерции, продолжая себя считать существом более низкого порядка, нежели мужчина. Девчонки, целуйтесь друг с другом, если вам это приятно. Но если вы в это играете, то начинайте выбирать игры, которые ставят вас на один уровень с мужчинами. Не унижайте себя, я вас очень об этом прошу. На сегодня все. С вами был Алекс Йода. Увидимся.